Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 14 января и я как всегда уже, как обычно, хочу ответить на несколько ваших вопросов, которые пришли на мой канал YouTube от зрителей. Потому что, вы понимаете, печатать мне совсем некогда сейчас. Сижу с утра до вечера на заказах, тут сейчас еще скоро начнутся посевы. Мы сейчас быстро-быстро пройдемся. Хочу ответить только потому, что, когда выкладываю новую тему, сразу приходит много вот таких вопросов, на которые лучше бы ответить сразу. Потому что потом их закидают новыми сообщениями и я не успею. Особенно хочу про баклажаны. Вот я выложила две заметки, ну, видеосюжета про баклажаны пикировать или нет. И вообще, что это выращивание баклажанов. Но это предназначалось в основном для новичков. И вот от опытных таких садоводов-огородников пришло много сообщений, что я зря там нагнала страха, жути. Сейчас я некоторые прочитаю и объясню, почему я так сказала. Так, вот пишет Алена Скотникова, что я начинающий огородник, именно баклажаны мне удались в открытом грунте. У меня хорошо получается, дальше пишет Елена Батрова. Рассада, но урожаи всегда очень маленькие, быстро пропадают. Вот, потом... Ой, это я, извините, начала-то не сначала. Сейчас, подождите минутку. Дело в том, что это очень хорошо, что вы пишете, например, что у вас удаются баклажаны. Но я-то собираю информацию, как вот, значит, у вас очень хороший положительный опыт. Есть и такие. Но я-то собираю информацию с нескольких тысяч человек. Вот у меня в Одноклассниках около пяти тысяч друзей, и остальные просто заходят. И я знаю, что есть много таких огородников, которым баклажаны не удаются. И баклажаны всегда считаются, что томаты вырастить проще, потому что ни одного человека не видела, чтобы он сказал, вот 4 или 5 лет подряд сею, и томаты не могу вырастить. Томаты вырастают с первого года, а баклажаны есть люди, которые с первого, второго, третьего года не получаются. Так вот, тут про посевы, какие сорта выбираем, про розовый сламинго, что не понравился, не впечатлил потом. Вот про томаты в открытом грунте, что... В открытом грунте вы томаты совсем не укрываете в дождь. Я даже такого понятия, я даже не поняла, как можно все томаты в дождь укрыть. У меня две тысячи кустов и корней, и они локально в разных частях огорода. Конечно, не укрываю. Вы не боитесь, что они заболеют фитофторой? Нет, я не боюсь. Не укрываю в открытом грунте. Томаты всегда открыты. Я специально подбираю районированные сорта выносливые, поэтому они более-менее растут, не подвержены заболеваниям. С рыжим хвостом не торопитесь. Вот пишет Екатерина Меликесова. Это про перцы. В этом году очень довольна засолочным томатом грот. Санька, челнок, пишет Наталья Артюшина. Так, и вот про баклажаны. Комментарий, что... Спасибо, все по-честному. Но я честно сказала, что я баклажаны сильно не увлекаюсь и много так не знаю, как о томатах. Конечно, у меня томаты главные герои в моем огороде. Так, вот про теплицу, что не закрывайте двери. Спасибо огромное, вы проговорили то, о чем я думал. Вот делится он своим опытом. Так, до сих пор кушаем лондкипер. Лондкипер крупный, сочный и вкусный. Это о том, что какие томаты рекордсмены по хранению. Но лондкипер, да, это специальный томат для зимнего хранения. В этом году в парнике баклажаны стали горькими и желтыми. Светлана Трошина. Так, вот про запеченные. Тут много очень комментариев про запеченные томаты. Пишет Татьяна Комиссарова. Хочу, хочу. При посадке огурцов добавляю в лунки Фаина и Кимочкаева. Мясокосную рыбную, кровавую муку, суперфосфат, золу, куриные перышки. Я тоже все это кладу. Я вот муку кладу, золу кладу. Но куриных перышек у нас нет, потому что у нас нет куриц. Потом про посевную 2019 выбор. Многие пишут, что это для них очень полезная информация. Потому что некоторые действительно не могут разобраться, какие сорта, для чего они садят. Просто выбирают по картинкам красивые. Вот пишет девушка, не по-русски у нее имя, Лама, по-моему. Скажите, пожалуйста, будет ролик о сортах, которые сеть в первую очередь в теплицу? Такой ролик был уже неделю назад. Все о выборе я и показала, и схему расположения в теплице, и какие сорта я выбрала, в первую очередь буду высаживать, но сеять. Вот сейчас я начну, примерно через неделю еще раз буду все это рассказывать уже в реальном посеве. Так, очень полезная информация. Это вот какая температура в подвале. Про подвал тоже зимой все-все видеоролики показала. И температуру, и все там. 7-8 градусов отвечаю. Я недовольна медовой каплей, совсем не сладкой, но очень много на кусте. Оксана Бесараб пишет. Вот про медовую каплю вообще мне очень интересно. Кто-то пишет, она такая сладкая, а кто-то пишет вообще кислятина. Как может кислая медовая капля получиться, я до сих пор не могу понять. Считается одним из сладких томатов медовая капля. Вот пишет Елена Махначева. Подскажите, в хранилище можно хранить? Ну, во-первых, я не знаю, что вы подразумеваете под словом хранилище. Это вот такие, как овощебаза хранилища, или что это такое, или это погреб какой-то. Я не поняла, поэтому я ответить на этот вопрос вообще не могу. Так, спасибо. Подскажите, пожалуйста, семенами Агросемфонда пользуетесь? Я не знаю значения этого слова, что это значит, что за фонд какой-то, Агросемфонда. Татьяна Малюга. Я не могу вам ответить, я не понимаю значения этого слова. Я или покупаю для начала в магазине, а потом в основном, когда я уже разведу этот сорт, я всегда пользуюсь только своими семенами. Я считаю, что это самые качественные, самые такие. Я уже знаю, что от них ожидать. Вот пишет Раиса Шерлёпова. Хочу попросить рецепт запечённые томаты. Но вот я, вы, наверное, не читаете описание к видео. Я когда вот это видео выкладываю, в описании к видео была вот эта вот ссылочка на тот видеоролик, где я готовлю. Я вам дала, конечно, эту ссылку, но прошу вас, если вы смотрите видеоролики, пожалуйста, читайте описание. Я там или объясняю, где найти первоначально с рецептом, или прям выкладываю ссылку. И вот про сорта для зимнего хранения. Тут пишут, что спасибо огромное за разнесение. Сухие вещества никогда не забуду. Многие, да, даже не задумываются, что написано на пачке. Я вот вчера объясняла, что нужно читать высокое содержание сухих веществ. Значит, они будут хорошо храниться, значит, они хорошо подходят для консервации. Это не просто там набор слов, что высокое содержание сухих веществ. Я вот именно обращаю внимание на те вот нюансы, на которые новички иногда даже, ну, не смотрят, не обращают внимания. Ну, сухие вещества, что это такое? Некоторые даже, может, не понимают понятие этого слова. Как я вот не понимаю, что такое агросемфонд. Вот если я ни разу не, ну, как, не попадалось мне это понятие, я и не знаю. Тут вот про запеченные томаты все Галина Жаркова пишет. Слюной захлебнулась. У вас подвал под домом и сухой, пишет Марина Клягина. Ну, конечно, а как он, почему он будет мокрый? Там забетонированы стены, пол тоже зацементирован. Там откуда взяться сырости? Там сухо так же, как дома, но холодно просто. Так, пишет, обалдеть, вы молодец. Ходить удобно, томаты высокие или нет? Ну, это вопрос, наверное, чисто риторический. Томаты есть высокие и невысокие. А ходить удобно или нет? Посмотрите летнее видео. Очень много видео я сняла в теплице, где я и хожу. И рядом и высокие томаты, и невысокие. Как ответить на этот вопрос? Ходить удобно? Ну, удобно, конечно, расхожу. И вот пишет Галина Ковалева. Также вот про теплицу я выкладывала видеоролик. Она пишет, а бортики будете делать и нижние листики не срезаете? Вот, я не знаю, на прошлой неделе выложила 17 видеороликов о том, как я срезаю листики нижние, какие, поскольку, в какое время. Все, 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 все. И тут в ответ через несколько дней приходит вопрос, а нижние листики срезаете или нет? Ну, я, конечно, понимаю, что человек, наверное, только что зашел, вот только зашел, посмотрел один видеоролик. И сразу же, сейчас я отвечу. Заходи. И сразу, вы зашли на канал, вы осмотритесь, вы увидите, что я про срезание нижних листиков посвятила этому много-много-много фильмов. Это я Галине Ковалевой пишу, потому что некоторые люди первый раз зашли на канал, и вместо того, чтобы посмотреть, какой материал там, о чем я говорю, сразу нужно лично задать мне вопрос, чтобы я сидела и печатала, как я срезаю нижние листики. Так, пишет Ольга Петрухина, хорошая схема, тоже так сделаю. И вот пишет, попробуйте, перчики сладкие, просто объедение острое. Да, я перец сладкий так делаю. Сейчас, подождите. Я перец сладкий так делаю, уже несколько лет делала, а вот томаты только... И вот хочу еще ответить, вот на этот, к выбору посева для сосолки, пишет Светлана, не нашла такие томаты, которые не лопаются. И вот, теперь записала, буду знать. Но вы, которые сорта записали, они, возможно, у вас тоже лопнут, потому что это все зависит от нашей, ну, как от способа консервации. Но для того, чтобы не лопалась эта кожица, ведь там всякие есть кулинарные уловки, но во время приготовления, там зубочисткой дырочку делаем в районе плодоножки, тогда томат, он не разлопывается, более-менее. Но я хочу сказать вам, что, даже если шкурка лопнула, если томат именно для консервации, у него мякоть плотная, и он все равно будет хранить свою форму. Вот поэтому мы подбираем консервные томаты с плотной мякотью и с большим содержанием сухих веществ, чтобы он, даже если лопнет, чтобы он не вытекал, чтобы он сохранял свою форму. Вот это очень важно. Так, ну вот этот ответ длинный, я даже не буду время, это очень долго. Так, каждый год по-разному, то хочется пальчики, то западаю на желтый. Ну, так мы устроены, нам то одно, то другое, все ищем, что-то новое, что-то самое вкусное. Можно обзор теплицы, пристроенный к дому. Может, было такое видео, да, было в прошлом году видео, я все подробно рассказывала, в этом году будет потеплее, я когда спущусь в эту теплицу, буду там уже чем-то заниматься, тогда снимусь, сейчас холодно, у нас очень морозы такие. Попробуйте картофель тулевский, Дмитрий Чернов рекомендует. Ну, у меня места, я живу в городе, у меня места очень мало, у нас для картошки нет. Так, согласна, медовая капля, очень вкусный томат, в свежем виде, в засолке, сладкие помидорки. Вот опять про медовую каплю. Такие, про нее разные комментарии. Кто-то пишет, что она кислятина, кто-то пишет, что она самая сладкая. Вот Яна Филиппова похвалила, тут Ольга Сафонова пишет, что лопнула, Константин Быков пишет, что медовую каплю ели до декабря, сладкий. У большинства людей все-таки медовая капля, сладкая, сладкая, сладкая. Вкусный, красивый томат, вот пишет Любовь Лукнянова. Так, сажала в этом году еще по два растения в лунку, рассада красивая. А, про петрушу огородника, вот пишет женщина. Красивая была, и после посадки красивая, и лохматая, и много листвы пасынков. Я даже испугалась сначала, что такое я ращу. Потом она завязывалась много, вкусные, розовые, красивые, не пасынковала и не обрабатывала. Вот это тот сорт, который можно на самотек пустить. Сорт понравился, собрала свои семена. Очень хорошо, что вам сорт понравился. Петруша огородник тоже не у всех получается. Вот пишет, я ползаю с Копорулькой, это про рыхление. Помидор очень много, рыхлю и нормально. Так, здравствуйте, с баклажанами у меня проблем нет, я не занимаюсь пикировкой. Для себя нашла способ проще, это перевалка. Пишет, а вот про томаты запеченные, какая кожица, съедаете или выбрасываете? Кожица плотная, приходится ее выбрасывать, да. Вот опять рецепт приготовления запеченных томатов. Я вам высылаю, но под видео я даю... Так, слюной подавились, оранжевые... Ой-ой-ой, у меня еще компьютер такой, что прыгает. Так, сейчас-сейчас. Оранжевые сливки тоже хочу попробовать посадить. Да, они хранятся очень хорошо. Про запеченные томаты подписываюсь под каждым вашим словом. Реально вкусные, практически уже все доели. Это про запеченные томаты. В этом году буду делать больше, мне тоже очень нравится. И вот пишет Колесова Елена, что когда вы только рассказали осенью, я сделала несколько банок, осталась в полном восторге. Добавляю и в яичницу, и в пиццу, и в другие блюда, просто на бутерброд, очень нравится. Пишет, Роза Лепатова, Казанова нет, а можно Жигала. Ну, а я вообще читала, что это одно и то же, просто почему-то разные названия. Так, и вот опять Анна. Действительно, не рассказывайте страшилки про перец, баклажаны. Отлично они пикируются и растут. Если я предупреждаю новичков о том, что, возможно, будут сложницы, это не значит, что страшилки. Вы не слышали такое выражение, что предупрежден, значит вооружен. Это чтобы человек потом не думал, что у него руки не оттуда растут. Чтобы он знал, что такие трудности бывают у многих, не только у него. И что нужно просто попробовать еще раз, или какую-то информацию еще прочитать. Причем здесь страшилки, если я говорю, что люди, многие пишут, что баклажаны у них не получаются. Вот наш постоянный зритель Евгений Кичаев пишет, не понимая, почему столько страхов нагнали про баклажаны. Они выносливые, чем томаты. Фитофторе гораздо сильнее сопротивляется. Но фитофтор это у нас будет в огороде позже. Мы сейчас говорим о рассаде, что вот именно на стадии рождения, вот когда они еще дети, когда они совсем-совсем маленькие, они очень восприимчивые к заболеваниям и плохо переносят вот эту всю пикировку. Что во время пикировки и после пикировки некоторые даже погибают. Так, вот пишет, баклажан и перец очень не любят перелива, может тормознуть в росте, особенно в начальной стадии. Вот про что я говорю, Светлана Ди пишет, это опытный тоже у нас огородник, она много выращивает. Если у людей такие проблемы встречаются, они со мной делятся, а я доношу уже до всех и до начинающих. Так, вот пишет Оксана Белевиц, что у нее положительный опыт выращивания баклажан. Если вы пишете, что у вас все хорошо, ну значит вам повезло, это прекрасно, значит вы умеете выращивать. А некоторые пишут, что они не могут. Так, только начала осваивать, в прошлом году первый раз начала сеять баклажаны. И что интересно, прекрасная рассада была, но высадив в грунт, они естественно заболели, потом вообще плохо плодоносили. Так, живу в Сибири, на следующий год обязательно попробую. Это все про томаты запеченные. И вот пишет Ирина. Вполне с вами согласна, баклажаны с пикировкой лучше не сеять. Выращиваю в Московской области 10 лет, пробовала поначалу с пикировкой, в улитке в последние годы выращиваю только путем перевалки. Вот все приходят к мнению, что пикировка все-таки для баклажан, она как-то, ну негативно влияет. Так, вот у нас точно зона рискованного земледелия, пишет Алена Скотникова, но у нас тоже не очень хорошая зона. Так, пишет Я начинающая огородника, именно баклажаны мне удались в открытом грунте. Ну обычно у всех помидоры хорошо получается, если баклажаны удались, это очень хорошо. С рассадой все хорошо, нет никаких мучений, а вот перцы наоборот не получаются. Но видите, кому что дается, а кому-то нет. У меня хорошо получается вырастить рассаду, но урожаи всегда очень маленькие, быстро пропадают. Возможно связаны с сортом, никак не подберу. Удобно сначала сеять, вот Олег Смазанов пишет, удобно сначала сеять в улитку на туалетную бумагу, при пикировке не повреждается корневая система, можно выбрать самые сильные сеянцы, делаю так уже 3 года. Но вот в том-то и дело, что каждый подбирает свой метод выращивания, свой способ. Вот так не получилось, по-другому надо пробовать. Так, добрый день, Ольга. Вы совершенно правы, бывает даже после пикировки несколько штук пропадает у меня, тоже начала выращивать только после 4 года. Я вот про это и говорю, что когда человек начинает, это хорошо, что у него получается все сразу и никаких проблем. Но у меня очень-очень много сообщений приходит в одноклассники, которые люди прям просят, ну научите выращивать баклажаны, все получается кроме баклажанов. Я же не так просто начала эту тему, что начинающим лучше первое время не пикировать. Вот человек тоже после 4 года выращивания только получилось. Это же не просто так, не с пустого места я начинаю. И это не страшилки, это именно предупреждение, чтобы человек, если у него не получится, чтобы он не разочаровывался и чтобы он знал, что у многих так бывает. Вот пишут, скажите, вы в тоннелях выращиваете только помидоры? Да, я в тоннелях выращиваю только помидоры, потому что в нашем климате томаты, ой, перцы и баклажаны высадить в тоннель, это их обречь, ну на смерть, у нас очень холодно. Вот пишет, до бара у разного цвета штук 50 осталось, на Илья Рябкина пишет, вот про хранение до сих пор лежат, видите, как долго хранятся у нас томаты, это очень хорошо. Тоже пишет Светлана Давыдкина, Давидкина, последний выкинула только перед Новым годом. Вот про томаты, про зимнее хранение, видите, сколько пришло откликов, которые до сих пор еще хранят. Вот пишет Мария Буланова, что до ноября росли и вот сейчас на блюдцах дозревают. Рада, что хорошее настроение, меня рассмешили. Так, это пишет про то, что... А, и вот хочу еще один комментарий, который человек пишет, что у вас с дыхательными путями проблемы по здоровью, вам нужен доктор, вы не мужик-курильщик, похоже на астму, лучше к врачу быстро. Ну я рада, что вас волнует мое здоровье, у меня все в порядке, просто я астматик с большим-большим стажем, более 20 лет, стою на учете у пульмонолога много лет, выполняю все рекомендации врача, живу только на ингаляторах. Ну я не обращаю на это внимания, моему образу жизни она не мешает, я ей не позволяю изменить свою жизнь. Вообще, конечно, может быть неприятно, когда человек постоянно кашляет, подкашливает, у меня иногда не хватает воздуха, там першит в горле, но это все, с этим всем можно жить, конечно, я вот с утра встаю, если я не принимаю там, не вдохну в себя дозу ингалятора, то я не могу даже ни одеться, ни шевелиться, но потом, когда я начинаю заниматься делами, я про это уже забываю, но мы теперь с ней неразлучны до гробовой доски, я и моя астма, будем жить вместе всегда, не волнуйтесь, я знаю дорогу в больницу, я хожу к врачам, но уже ничего не изменить, все, это уже давно-давно произошло, так что спасибо за беспокойство. И вот он же пишет, что вам надо открыть палатку в близкие сезоны, продавать продукцию, нанять продавца, доход, моральное удовлетворение. Но так мог написать только человек, который вот только-только зашел и даже не оглядевшись вокруг, начал вот такие советы мне давать, потому что если бы он даже один или два видеороликов посмотрел, он бы понял, что продавать мне совершенно нечего, что я делаю семена, и у меня никакой вот из этого изобилия продукции никакой не остается, мне не нужна палатка, все отпадает, надобность в ней, потому что я все выпотрашиваю, разрезаю помидоры, уничтожаю. Моя цель, я вот написала, что у меня другие цели, это семена. Все, на этом мы, наверное, и закончим сегодняшний наш разговор. Еще раз вас прошу, ради Бога, чтобы мне вот не отвечать вот на такие вопросы, которые, ну, сами собой отпадают, если вы посмотрели бы хотя бы два или три видеоролика, что если вы заходите ко мне на канал, ну, вы посмотрите, о чем мои материалы, какая вообще цель вот моих этих выращиваний томатов, что мне не нужны никакие палатки торговые, мне не надо нигде стоять продавать, потому что продавать мне нечего, у меня ничего не остается, все уходит в дело. До свидания.